Привет, друзья! Меня зовут Гена, я про это чуть позже расскажу. Сегодня мы будем говорить про флаттер на Авроре. Две очень хайповые темы. У нас есть трек и флаттер, и Авроры. Ребята из Авроры не могут прийти, у них там сейчас азартные игры, поэтому мы остановимся только флаттерным треком. Спасибо организаторам, что вы все это сделали. Я когда входил в шестой корпус, мне сказали, что теперь вход только через главный, потому что ходят тут вот эти ваши устроили здесь. Очень здорово, что вы это все устроили здесь и вот эти все тут ходят. Это прям супер. Так вот, давайте к теме доклада. Для начала надо познакомиться. Как я уже говорил, меня зовут Гена, кто-то меня мог видеть там на прошлых дефестах с кем-то мы знакомы по работе. Я работаю в Яндексе. В Яндексе я был тот человек, который привез флаттер в Яндекс.Го. У меня сейчас одна из самых больших в мире флаттер команд продуктовых внутри Яндекса. Мы делаем Яндекс.Про. Вот Серега выступал. Серега, прекрати мне снимать видеограф, мой маленький Андрюх. Леша будет выступать. Завтра рассказывать про наш CI. Вот. И так как команда одна из самых больших, мы делаем один из самых больших в мире проектов на флаттере продуктовых. Опять-таки Яндекс.Го, Яндекс.Про точнее. Хотя все время спрашивают, когда Го будет на флаттере уже. Этим приложением пользуются миллионы людей ежемесячно. Они используют то, чтобы зарабатывать деньги. Короче, это скучная история. Я про это все рассказывал в прошлый раз, когда я здесь был. Вот. Кроме всего прочего, я живу в России, поэтому мне приходится в силу еще работы пристально следить за развитием операционной системы Аврора, которая может стать нашей национальной мобильной операционной системой. А может и не стать. А может и не может. Ну, короче, ничего не понятно, но надо держать руку на пульсе. И поэтому, когда еще несколько лет назад ребята начали говорить по поводу того, что давайте по флаттеру портируем, мы уже с ними общались, а когда они наконец-то сказали, что можно что-то потрогать, и тут еще очень удачный дефест скоро планировался, вот. И Леша сказал, давай, погнали. И, собственно, мы решили, я решил покопаться в сторону того, как же, собственно, на флаттере писать под Аврору, можно ли это сделать, можно ли вот этот наш самый большой и хороший продукт на флаттере Эвер в истории переписать под Аврору, вот, щелчком пальцев. И результаты этих изысканий я как раз сегодня и расскажу. Это будет не очень долго, достаточно забавно, много кода не будет. Это easy listening такое у нас сегодня, мягкий выход из дня хардкорных докладов. По поводу Авроры. Поднимите руки, кто знает, что такое Аврора внутри. Это окей. Тогда краткий экскурс в историю. Давно-давно была такая компания, которая называлась Nokia, которая лидировала на рынке мобильных устройств. У них была операционная система Symbian, несколько серий, там, 60, 90, вот это все, лучшие телефоны моего детства, вот это по экопорту музыку скидывать, ну, как бы, все как надо. Потом появились iPhone, Android, Nokia в них не верила, верила в Series 60, а потом она верила в такую штуку, которая у нее называлась Maema и Migo. Это были Linux-based операционные системы под тач-экраны, ну, типа, как iOS и Android, но на Linux. Вот. Потом у них закончились деньги, они сделали такой стартап, который назывался Jolla, который на базе вот этих Migo и Maema сделал Sailfish. И все это еще делалось вместе с тоже, по-моему, финской командой, которая называлась Trolltech, типа, тролльские технологии, которые делали фреймворк Qt, кросплатформенный. На чистых плюсах, все, как мы любим, горячие финские парни написали, в общем и целом, неплохую штуку, которая очень хорошо в имбедустройствах работает, часть банкоматов, ну, типа, на Куте написаны, оболочки. В общем, широко известная в узких кругах история, вот так скажем. И в эту вот Sailfish и в Migo ребята притащили Qt как основное средство разработки. При этом, ну, в самом конце я к этому еще вернусь. Есть такой сайт-бар, что на самом деле Flutter не единственное кроссплатформенное средство на Авроре, потому что Qt сам по себе кроссплатформенный. Есть Qt Lighthouse под Android и под iOS. Когда я это осознал, мне не хватило времени просто это проверить, насколько авроровские приложения будут компилироваться в iOS. Так вот, продолжим. И в какой-то момент эту Йолу купили русские ребята. Образовалась вот эта открытая ОМП, короче. Я не помню, как они расшифровываются. В России очень любят вот эти аббревиатуры, которые можно сатану призывать, если их прочитать с правильной интонацией. Поэтому образовалась ОМП, которая занимается Авророй, которая бывший селфиш, короче. Почему это важно? Технология очень старая, и это заметно. Так вот, я человек достаточно храбрый и решил это все попробовать. Что у нас по Flutter? Пока здесь написано, что это 3310, но буквально вчера в чате разработчиков было сообщено, что они портировали последнюю стабильную версию Flutter, и через пару дней на GitLab уже можно будет ее забрать. То есть импеллер уже будет, наверное. Плюс, что нужно понимать дополнительно нужный для работы Flutter на Авроре патч не в Абстриме. То есть нужно ставить отдельно собранный Flutter с ДК, отдельно приседать с бубном. Ну, короче, про это тоже чуть дальше. Так вот, почему это тем не менее круто? Ну, основная ценность операционной системы мобильной в чем? Ну, вот, как выбрать? Не знаю, куда как я выбираю по количеству приложений доступных. Ну, то есть, условно, бабушке своей телефон на Авроре я не смогу подарить, пока она вам ватсапа не будет и телеграмма, чтобы она могла внучку написать или позвонить. Ну, то есть, какой бы он ни был крутой, какая бы ни была там современная и продвинутая система, в общем, всем все равно, пока ты не можешь пользоваться телефоном для тех задач, для которых ты их используешь сейчас. Вот, и на QT, к сожалению, очень мало приложений, насколько я знаю. Если есть кто-то из Авроры и может опровергнуть меня, будет круто. Но, по-моему, никого нет, они все просто испугались и не пришли. Вот, соответственно, есть у них, по-моему, клиент для телеграмма, есть какой-то банковский клиент для ВТБ. Мои документы, мой офис. Ну, короче, русский MS-офис сказал, что тоже что-то сделают на QT. Есть какое-то количество лего софта, но, по большому счету, ничего примерно нет. Поэтому, даже когда эти, если эти телефоны выйдут на рынок, покупать их будет достаточно странно. Некоторые опять сайдбар сторонние от ОМП ребята сказали, еще они сделают андроид-эмулятор, ну, типа слой совместимости, где будет там арт, вот это вот все. Как показывает жизненный опыт, это не жизнеспособно. В сейлфише уже был для 4.4 слой совместимости. Был слой совместимости в BlackBerry OS X, который BlackBerry X десятка. И, ну, не помогло, плохо работают приложения в таком случае. Так вот, почему круто, что сделали Flutter? На Flutter приложений просто в разы больше, потому что изначально люди таргетятся на Flutter, когда они хотят и Android, ну, типа много пользователей, много сервисов, вот и эффектив, уважаемый, тоже на Flutter делают какие-то консюмерские приложения, и серфы, и много-много-много людей. И вот в этом случае, если бы их можно было собирать и на сдачу получать приложение под Аврору, ситуация Авроры была бы сильно-сильно-сильно лучше на рынке. Я знаю, что на своих кинотах они говорят, что Flutter никогда не будет основным средством разработки приложения под Аврору, потому что бу-бу-бу, би-би-би, там вот имбедер плохо работает, потому что у нас живут Куте, там у нас Тулчейн. Возможно, надо, ну, возможно, это не так. Возможно, если Аврора полетит, то Flutter станет чуть более основным средством разработки. Вот. И вот имея все это в голове, я решил, что сделать? Я решил сделать самую первую попытку своей установки вот этого всего, и я очень горячий духом, мол, душой документацию считаю уже после того, как что-то сделаю. Начал это все ставить, потратил полдня, оно не работает. И потом я замечаю, что оно не работает на Apple Silicon, у меня M2 Mac. И, в общем, на M2 Mac она не работает, в принципе. Если у кого-то, если у кого-то это такой случай, то надо искать другие варианты. Вот. Что на самом деле печально, потому что машины достаточно распространенные, и все больше и больше становятся распространенные в сторону ARM. То есть у них проблема не в том, что это Apple, а в том, что это ARM. И в сторону ARM движется вся носимая переносная электроника. В общем, странно. Но я как бы сначала чуть-чуть приуныл, потом перестал унывать, начал читать документацию, там сказали, что Intel Mac подойдет, типа деприкейтед. Ну, то есть на текущем, для пользователей MacOS. На текущей ситуации разработка под Аврор выглядит очень забавно. То есть у них Intel Macи деприкейтед, а ARM Macи вообще не поддерживаются. Вот. Ну, типа, пользуешься MacOS, иди ты нахрен отсюда, дружище. Ладно. Нашел вот себе Intel Mac, поставил все по инструкции, и она тоже внезапно не заработала, хотя написала, что должно работать. Но там были какие-то врожденные дефекты, и дальше начался самый интересный период подготовки к этому докладу. Я перепробовал, наверное, все возможные виртуальные машины на разных операционных системах. У Дениса, я не помню его фамилию чувака из Авроры, ну, то есть если гуглить, как поставить Аврору там куда-то, вылезает очень много YouTube-видео, где чел из ОМП, он прям показывает, как это делать в разных виртуалках, типа, а вот в такой конфигурации, а вот в секой, а вот удаленная разработка на сервере, значит, с монтированием по фьюзу, типа файловой системы, чтобы вот напрямую все хорошо работало и с набором скриптов, как бы все круто, но он это делает для нормальной разработки под Qt. и он делает это не для флаттера, а там возникают некоторые проблемки. Собственно, с виртуалками у меня тоже ничего не завелось, пришлось поста найти ноутбук с Linux, и вот на нем все заработало. Почему? Потому что, как я говорил, технология не очень молодая, внизу Linux, толчение работает только на Linux, только на 86-й архитектуре, то есть его даже на 64 биты уже портировали. Поэтому надо что-то с этим делать, ребят, с Авророй, если вы посмотрите запись, пожалуйста. Вот. Собственно, на Linux все получилось. Я взял такой Hello World, на флаттере написал. Так как это был Hello World, ну как бы как мы обычно на флаттере пишем, мы типа запускаем в эмуляторе приложение, да, и вот этот ход Reload, и такой пишешь, там все очень красиво сразу меняется, да, вы же пишете на флаттере, знаете, как это работает. Вот. Это то, чем я тоже во многом продавал флаттер в Яндексе. Я прям открыл мобук, говорю, смотрю, тут пишешь, там меняется все, а вот там на Android, на iOS надо еще несколько минут компилировать. Вот. Вот я так не делал, потому что, ну, что там, текст написать, и вот я собираю это приложение, и наступает epic fail, потому что флаттер для Аврора не поддерживает эмулятор, можно работать только на живом устройстве, которого у меня нету, меня не взяли пока в бета-программу. я очень подал заявку вот на розыгрыш на треке. Выпало? И-е-е-е. Отлично! Ну, то есть у меня теперь есть устройство, и вот мы сможем с Серегой пробовать портировать. Ну, я не могу, я читаю доклады, это нечестно. Окей. Я пойду... Я буду жаловаться в спортлото, короче. Я не знаю даже, что делать. Вот. Но я думаю, я с ними как-то договорюсь. Вот. И на флаттере можно разрабатывать, только имея живое устройство, его у меня нету, это печаль и тоска. Дальше. Да, это вот я именно про это рассказываю, поэтому можно на следующий слайд пойти. Плюсы и минусы всей этой истории. Очень сложно все настроить, то есть порог входа очень высокий, с улицы зайти, написать плагин практически нереально, то есть надо быть прям dedicated к этому процессу, подходить. Вот. А нет, Денис, Борис Зарубин. Господи, у меня очень плохая память на имена, это возраст. Вот. Собственно, что еще? Даже не имею возможности это все запустить, я начал смотреть, что там в общем есть. Самое важное, я не нашел никаких намеков на то, как использовать платформ-вью авроровский из флаттера. А это очень плохо. Почему? Потому что, ну, как и на флаттере обычно, какие-то вещи притаскивают. Берут плагин на iOS, берут на Android, делают общий интерфейс, как бы платформ-вью от них, прокачивают туда сообщения. Ну, вот это все, мы все так делаем. Вот здесь нельзя взять в платформ-вью аврорный и вставить его во флаттерную иерархию. И это трагично. Почему? Потому что тот же веб-вью, например, который очень важный плагин, потому что когда мы не можем что-то сделать нативно, мы берем, делаем веб-страницу и в веб-вью ее засовываем. Вот в веб-вью без него я не понимаю, как сделать. В принципе, очень мало портированных плагинов. Ребята портировали SQLite, ребята портировали всякие device-info и прочие такие не очень важные и нужные на самом деле плагины, которые взаимодействуют с железом. Они проверили работоспособность PureDart, истории типа фризда, что-то еще какого-то там стейтмента и прочего. Но это то, что в общем и так должно было работать, потому что это чистый дарт, оно не использует никакое железо, не использует обертку вокруг. Но все то, что используют iOS-андроид виджеты или какое-то такое специфичное железо типа той же камеры, не портировано и непонятно, когда будет портировано. В целом, казалось бы, что это все оставляет, вот то, что я рассказал, такой достаточно грустный осадок, как будто все что-то есть, но ничего на самом деле нет. И это у меня тоже сначала было такое ощущение. Но на самом деле потом я подумал, вот что. Во-первых, лиха беда начала. Это флаттер. Это не может не радовать. То есть хоть как-то немитьем-то катнем оно там запускается. Наверное, ребята сделают, ну я бы на них вместе немедленно сделал поддержку эмулятора, чтобы и как-то улучшил процесс установки, чтобы набрать комьюнити, который готов был писать плагины, объявил бы какой-нибудь там, не знаю, баунти за портирование ключевых плагинов. Немедленно нашлась бы толпа студентов, которые за небольшой приз достаточно быстро и качественно бы переписали там камеру, webview, gps. Ну, короче, все, что нужно. И можно было бы жить. Но дальше я подумал вот о чем. Когда в 19-м году я ходил с флаттером у себя, его защищал, я примерно так же на самом деле говорил, как говорят сейчас ребята из Аврора. Мне говорили, а вебью нормально есть? Я говорил, не-не, нету. Но вот комьюнити пилит, через три месяца обещали сделать релиз, и тогда все будет хорошо. Камеру мы же с Серегой, по-моему, сами писали свою, потому что, ну, не было нормальной камеры, мы взяли, ребята взяли, сели, написали свой плагин камеры. Много чего мы делали сами с нуля. Ну, важно было, что оно работает, важно было, что, в общем, мы туда движемся. Поэтому здесь у меня сейчас полностью такое же ощущение внутреннее, вот как бы на уровне чувства, эмоций, что да, очень много чего не хватает. Да, это выглядит, как некоторая такая технодемка, но потенциал за этим есть, и это обязательно вырастет в хороший нормальный продукт. Вот. Тем более, что в публичных источниках можно найти, как сами ребята из ZMP говорят, оптимистичный родмап по развитию, вот, при котором в 24-м году обещают починить вот эти главные минусы с эмулятором, всей этой штукой, и отдаться в upstream флаттерный, ну, то есть у нас можно будет, вот прям скачав нормальный, нормальный в смысле, не патчный флаттер с GitLab, а прям вот поставив флаттер, указать там Аврору как таргет. Вот. И в середине 25-го, ну, то есть начать в 24-м, и к середине 25-го закончить портировать основные плагины. Вот. Очень хочется, чтобы это все сложилось, очень хочется, чтобы это сложилось как можно раньше. Хочется выразить ребятам свою огромную благодарность и уважение за титанический труд, который они проделали, и хочется призвать всех слушателей, тех, кто интересуется флаттером, тех, кто интересуется мобильной разработкой, и кто хочет, как бы, условно, во славу сатаны что-нибудь поделать, если вам нечего делать, займитесь флаттером на Аврору. И тема супергорячая, и она точно выстрелит, и точно будет, ну, может быть, не next big thing, но next достаточно big thing. Вот. Собственно, наверное, все. Такой мой печальный и одновременно воодушевляющий опыт был. Вопросы, пожелания, дополнения. Спасибо за доклад. Какова вероятность того, что Аврора станет вот именно прям таким очень большим, очень серьезным игроком на рынке, хотя бы вот у нас в России? именно смартфоны вот их на этой производственной системе? Вопрос хороший. Здесь вопрос в том, как считать вероятность. Знаешь, этот старый анекдот, когда спрашивают у мужчины, какая вероятность, что вы выйдете на улицу, встретите динозавра. Он еще начинает прикидывать на калькуляторе, там какие-то триллионные доли процентов выдает, и спрашивают такой же вопрос у другого мужчины. Он говорит, а вот вы как думаете? Он говорит, ну как, 50 на 50. Он говорит, в смысле, ну как, либо встречу, либо не встречу. Вот здесь я бы сказал 50 на 50 скорее, да, то есть либо станет, либо не станет. Вот. На самом деле, как я говорил в середине, весь вопрос в приложении. Так вот, вопрос в приложениях. Мне кажется, что устройство ребята выпустят, битусишные, если я не ошибаюсь, вот. Как только появятся битусишные устройства, появятся люди, которые их будут покупать. Вот если они их купят и там вообще ничего нет, будет некоторая маркетинговая катастрофа. А если они купят и там все нормально, то шансы на то, что это загорится и полетит будет, особенно если это будут какие-то спонсируемые устройства, особенно если их начнут раздавать там бюджетникам, ну вот что-то такое, потому что такие планы, насколько я знаю, есть. Вот. Поэтому, давай скорее, да, чем нет. Скорее, она как бы получит распространение в консюмерском сегменте. И не только в консюмерском. Уже же был опыт на переписи населения, по-моему, 350 тысяч устройств Авроры на последние использовались, если я не ошибаюсь. Вот. Ну вот я не знаю, есть же кто-то из Авроры уже пришли, нет? Ну вот. Есть кто-то из Авроры? Да, ну то есть вот последняя перепись, которая была пару лет назад, там было 350 тысяч устройств уже на Авроре, уже работающих. Так я не до конца понял. Ты в итоге собрал, оно собралось, но запустить было не на чем, Да, запустить было не на чем. Все, понятно. Все, в этом был вопрос. Оно собралось, у меня прям есть РПМ-ка. Да, сзади меня решили сотрудники мои потопить. А вот у меня вопрос, что как общение с нотивом происходит? Ну то есть на андроиде, там на IOS бриджи, а на Flutter они, получается, тоже бриджи сделали? Да, там есть платформ-ченнелы, там есть платформ-ченнелы, такие же точно. Ну и получается, условно, приложение Pro надо так процентов на 20-30 переписать, чтобы запустить нормально под Аврору, чтобы эти все бриджи собрать. Смотри, там нормально работает FFI, там нормально работают платформ-ченнелы. В приложении Pro надо будет переписать кучу всего, то, что работает с сенсорами, то, что работает с камерой, то, что работает с картой. Дописать скорее. Ну, дописать, да. Потому что я не очень, я не помню, мы сейчас перенесли рендеринг-карт из платформ-вью в металл, не перенесли еще, нет? Ну, типа, есть планы, когда мы прям в Flutter-овский рендерер вставим Яндекс.Карты. Вот я не очень знаю, можно ли такое сделать в принципе на Авроре, встроиться в рендеринг. Там, кстати, ребята, которые Авророй занимаются, там у вас Вулкан или OpenGL еще? Или чего? Да, там в OpenGL, вроде Вулкана ничего тоже планируют. Там, ну, большая часть карты планируют. Ну, окей. Вот. Так что, вот как-то так. Ну. Здрасте, у меня вопрос. Спасибо за доклад. У меня их два, на самом деле. Один душнило. Когда Яндекс.Карты будут на Flutter? Ваш сотрудник отказался отвечать. А что хочется от Яндекс.Карты на Flutter? Официальные плагины. Не уверена. Нет гарантии. Ну, вот история какая. Мы очевидно используем Яндекс.Карты на Flutter, движоках, но у Яндекс.Карты есть два API. Есть внешняя API и внутренняя API. Мы очевидно используем внутренние. Оно, ну, раза в три больше, чем внешняя. Поэтому запенсорсить то, что у нас используется, у нас очень хорошая штука написана. Мы не можем, потому что ее надо на две трети отрезать и она, я боюсь, просто распадется на запчасти, если мы это грубо сделаем. Сделать это не грубо, а нежно у нас просто нет ресурсов. Просто то, что сейчас это такой эпик фейл для Яндекса. Да, я знаю, это даже не наш эпик фейл. Ну, как бы все-то думают, что... Мы, фанфект, мы пытались с этим человеком сотрудничать, я его собеседовал, но как бы мы не кликнули, не подошли друг к другу. Понял. И второй вопрос. Я помню, это стандартный вопрос на каждой конференции, поэтому я думаю, что в общем и целом нас когда-нибудь задолбает на это, отвечайте, и нам будет проще уже перенести его. Да, и второй вопрос. А вам зачем на Авроре приложение? Нам зачем на Авроре приложение? Смотри, официально, потому что изначально все это движение, которое пришло к этому докладу, это типа фа-фан, надо держать руку на пульсе. Дальше, учитывая движение в сторону импортозамещения и прочего-прочего, ну, например, сейчас есть какая-то в правительстве рабочая группа, для того, которая следит за тем, даже пытается сделать так, чтобы основное количество машин такси были российского производства. Ну, там с определенным у них есть некоторая метрика, которая показывает российскость машины, и вот у них, значит, цель, чтобы машины с метрикой ниже там x не были, ну, или основное количество машин в такси там было с вот этой метрикой выше x. Вполне возможно, что это, я сейчас говорю, свою личную позицию, никоим образом не аффилирую себя с компанией, в которой, вот моя личная позиция в том, что вполне возможно Аврору предложат использовать как основную операционную, мобильную операционную систему для каких-то там видов бизнеса или прочего-прочего-прочего. Я специально не даю оценочные суждения этому высказыванию. Я говорю, что такая вероятность имеется. Вот. И поэтому лучше быть готовым. Вот. Потом, опять-таки, как вот молодой человек спрашивал до этого, если у нас будут дешевые хорошие аппараты на Авроре и еще субсидируемые государством, это значит, что будет большое количество пользователей этих аппаратов. И это значит, что достаточно большое количество этих пользователей захочет работать в такси, там, в доставке. И, значит, нам нужно будет предоставить им такую возможность. Потому что на самом деле как раз в 21-м году, когда я здесь рассказывал про наш проект, я там показывал статистику, за которую мне пиар-отдел надавал подзатыльников. но у нас получается людей, которые вот используют про, это что-то, вот я не помню точно, типа каждый шестой работоспособный человек работает в Яндекс.Про, вот что-то такое. Поэтому, понимаешь, да, там по закону малых чисел, даже если там у тебя, ну там, их все равно будет нормально. Ну, тогда немножко комментарий по поводу Авроры есть конкурент российский. Какой? Касперский. Это ОСП, да, у них внизу лежит? Они операционку свою, да, Но она на базе чего сделана? У них своя. Прямо совсем своя? Совсем. То есть это… Они микроядерную архитектуру написали, у них все своя. То есть это не ООСП как бы перешили? Причем они, у них есть, у них есть отдел на флаттере, и они туда флаттер завели. Так же, как ребят с ООСП завели? Не знаю, так же, не так же, я просто общался с ребятами из Касперского на стачке, и они мне рассказывали, что у них есть уже флаттер-разработчики, они активно хотят использовать комьюнити флаттер в России для того, чтобы пилили приложение под Касперского. не приходили. смотри, к нам они не приходили. Я, когда вернусь в Москву, попытаюсь с ними связаться, поговорить об этом, ну, потому что это тупо интересно просто. Вот, но, ну, не знаю, если выбирать между Касперским и Авророй, я бы ставил на Аврору. зачем выбирать? Потому что иначе будет огромная фрагментация и как бы… Ну, мы же не выбираем между Android и iOS. Нет, не выбираем. Выбирают пользователи. Да, а мы делаем для всех. Короче, надо посмотреть, что это такое, какие у них планы для выпуска железа, есть ли у них физическое, ну, типа, на чем-то оно работающее уже. У них прям именно мобильное, они, как говорили, у них прям именно они под мобилу все очень сильно затачивают, то есть это не только железо там, типа, для заводов, а именно вот мобильное. Но у них есть железки, вот прям рабочие мобильные телефоны? Вот прям не отвечу достойно. А, ну, это потому что а в Авроре уже есть. Ну, и дальше вопрос, вопрос с драйверами и как бы с вендорами, вот кто согласится давать драйвера на свое железо, тот и будет это производить. Я тут понял, Аврора еще сыровата, но как, ну, эта операционная система будет конкурировать с тем же iOS и Android? Ну, как операционная система Аврора не то чтобы сыровата, она достаточно неплохо работает. И работает она, ну, если смотреть вот эту всю историю, она еще и постарше iOS и Android будет на самом деле. Как она будет конкурировать, да нормально, если будет софт. Она очень красивенькая, ты не видел ее вот живьем там или скриншотики? Она очень красивая, управляется типа тачами, слайдами, выглядит даже сейчас суперфутуристично, стильно, модно, молодежно. Как только там будет условный WhatsApp для бабушки и там приложение Сбербанка, хотя бы даже на вебе, мне кажется, она полетит только в путь. Ну и когда телефоны появятся. Ну просто те же андроиды и iOS почти весь рынок заняли. Да, ну, а когда выходил iOS и Android, весь рынок был занят фактически Series 60 и BlackBerry. Вот было два огромных игрока. Ни той, ни той компании сейчас в принципе нет. Ну в чем преимущество сейчас, ну, флайтер внедрять туда, если пока что пользователей не так много? Ну это вопрос курицы и яйца. Ну типа что должно быть раньше? Раньше должны быть приложения. Просто пользователи, ну, могут как бы есть некие такие гиперболизированные случаи какого-нибудь китайского ГУЛАГа, когда они вот возьмут и заставят всех прям пользоваться. А кто не пользуется, тому палкой по пяткам. Такое может быть. Но в общем мы как бы за более цивилизованные виды, и людей надо переманивать на операционные системы. Ну получается есть будущее PowerRot. Ну, я вижу, да. Я вижу у нее хорошее будущее в плане, ну как бы в B2B-сегменте, как защищенные операционки для там правительства, бюджетников, вот этого всего. Точно в B2C, скорее всего, тоже. Ну получается ее больше в коммерции будут внедрять. Да нет. Я не знаю, посмотрим. Мы живем в удивительное время, мой друг. Как бы у нас вот столько будет меняться. Правда. Это отличная загадка дыры, которая нам будущее расскажет. А насколько жив КМП на Авроре? Котльн мультиплетформ? Да. Я сомневаюсь, что кто-то вообще заводил туда тулчейн. Вот, отвечут. Жив? Насколько жив? Ответ от, полуофициальный ответ от вакамьюнити Авроры. Продолжая твои умозаключения по поводу того, что надо следить, надо пробовать, надо смотреть, а не проще ли вам прошку пробовать, может быть, что-то отрезав под веб заводить, и тогда она везде заведется? Хороший вопрос, тем более шугой именно так и, ну, типа, уго есть турбоап, который практически в полной функциональности повторяет суперапы, это пьюр веб-история, работает он очень плохо, медленно и некрасиво. И вот я с трудом понимаю, как на веб-картах можно сделать штуку, которая будет чуть лучше, чем, ну, как бы, карты на веб-картах можно использовать, когда? Вот ты открыл телефон, нашел какое-то место, такой, мгм, пользоваться навигацией на вебе, а некоторые карты умеют это делать, это сродни мазохизму, очень плохо работает, очень плохо. Вот. Возможно, когда у нас устройства станут еще мощнее, еще более батарейстей, и вот это все, мы сможем взять веб-ассембли, веб-джиэль, и вот типа переписать эту скира, да, рендерер в флаттере, вот скира переписать на веб-джиэль вместо open-джиэля, и вот тогда, наверное, вообще счастье наступит, вот, но кажется, это следующее поколение мобильных устройств только такое вывезет. То есть на десктопе оно уже, кажется, так и будет работать нормально, а вот на мобилках пока нет. Ну да, да, я согласен, примерно так и думаю. То, что на джиэсных технологиях, на текущих, на канвасе, это прям очень больно. Спасибо, Гена, за доклад. Еще раз похлопаем. Давайте.